Сфоткать QR-код и почитать или послушать про него информацию. Но наши дорогие менторы завернули нас с этим проектом, сказали, что такое уже есть, показали сайт московский, который делает точно то, что мы их хотим. Поэтому мы добавили в наш проект немного интерактива, немного игры, и у нас получились квесты, направленные на углубление познаний жителей и гостей города. О, культурная история. Что же ты делаешь? Ну, в общем, для того, чтобы людям было и интересно, и познавательно. Давайте посмотрим подробнее, что это за квест. Фишка в том, что вы можете, конечно, все это делать с компьютера, но не думая, что вы будете ходить с компьютера по улицам. Мы создали сайт, мы можем спокойно просматривать, как с друзьями. Для примера мы просто возьмем самый стандартный браузер. Ну, просто параллельно можно кликать. Это квест «Петроградская крепость». Один квест, ты, примерно, сделаешь? На Хакатоне мы разработали единственный квест, и он включает в себя полную интересную базу, систему знаний, которые человеку будет приятно получить. Начинаем квест. Отлично. Вы попадаете в памятник Петра Первого. Как только вы попадаете... Все знают, что это памятник, который стоит. И, постой, на карте обозначается ваше местоположение. Фишка в том, что вы должны сами найти этот памятник или спросить, как он выглядит, потому что это ваше задание. Вы знаете только точку на карте. Попадая сюда, вы автоматически смотрите, какие у вас есть указания, так скажем. Мы приветствуем вас в нашем плеще, и так далее, и так далее. И формулируется первый вопрос. Куторый вопрос заключает в себе... Он состоит из такого ребуса. Вы должны найти две подсказки, а мы даем вам указание, где найти эти подсказки. И затем, проанализировав эти подсказки, вы создаете ответ, который вбиваете сюда, и только потом переходите к следующей точке назначения. Вы еще не знаете, где находится эта точка. Фактически, эти подсказки будут подляться в QR-кодах, правильно? Подсказки это фактически то самое, что мы хотели сделать с самого начала. Это QR-код, при переходе на который вы перейдете на страницу с исторической справкой вот о том самом объекте, рядом с которым прилеплен этот QR-код. То есть люди, которые не в теме квеста, они тоже могут сфоткать, тоже могут почитать чего-нибудь интересненькое. Но те, которые в теме квеста, они понимают, что там кроме чего-то интересного есть еще и подсказка для ответа на вопрос. Фактически это будет выглядеть примерно так. То есть я иду по Петропавловской крепости и ищу свой QR-код. Я его нашла, подошла, сфотографировала. Давай, давай. Отлично. У меня появилась ссылка на мою подсказку. Я захожу, посмотрю. Что-то долго грузится. Ага. Отлично. Высвечивается страничка подсказки. Здесь, к сожалению, мы не можем это сделать. Ну там, да, можно добить этот QR-код, посмотреть подсказку. Подсказка довольно длинная. Она включает в себя ответ на вопросы, поэтому читать ее надо внимательно. Потому что на самом деле я разрабатывала этот квест. Ну, с точки зрения того, что человек не может знать историю России, например, как на то, что настроен квест по Петропавловской крепости. А, хорошо. И после того, как человек прошел одну подсказку, он пошел, и независимо от того, то есть, видите, подсказки пронумированы, мы можем найти сначала вторую подсказку, потом первую, потом их проанализировать и вбить сюда ответ. Ну вот в первом врусе у нас 1917 год. Ответы и числа, и слова. Снова поехали. Вторая точка. Мы находим ее... Потому что схема примерно понятна, давайте сделаем. Да, да, да. Фишка в том, что... Ну, ты проверь пока, я тебе буду рассказывать. Фишка в том, что мы хотим сотрудничать именно с организациями, которые будут включены, например, в наш квест. То есть, какие организации есть у нас в Петропавловской крепости. Допустим, музей, кафе, торговые точки, павильоны. Множество есть организаций. Пробочные. Действительно. И фишка в том, что за каждый пройденный уровень вы получаете маленький бонус. То есть, этот бонус, допустим, там 5% скидка, 10% скидка, все равно пользователю это приятно. Все равно он захочет пройти этот квест дальше. Ответ какой, скажите? Извините, вас уже давно не сут все пытаются. А, вы хотите ответ на вопрос? Ребята, это Святой Николаев, что ли? А, нет. Да, действительно. Ну, может, было-то вопросы. Все, вы закончили? Да, хотите, все поняли, что тут нет квеста. Спасибо. Спасибо.